Мы приветствуем всех присутствующих в Центре Компьютерного Обучения Специалист Прим.ГТУ им.БАМ. Сегодня мы проводим вебинар, который называется «Построение эффективной системы оплаты труда». И с вами я, Светлыша Ольга Юрьевна. Несколько слов о себе. Я являюсь членом Национального Союза Кадровиков и сертифицирована специалистом в области кадрового менеджмента. Кроме того, защитила кандидатскую диссертацию и кандидат юридических наук. Опыт работы преподавания. Работала в высшем учебном заведении, затем переквалифицировалась в HR, стала менеджером по персоналу. И выстроила карьеру, начиная от экрутера и до директора по персоналу. Были интересные проекты, касающиеся в том числе и построения эффективной системы оплаты труда. И я готова с вами поделиться своим опытом. Курсы, которые я провожу в Центре Компьютерного Обучения Специалист, это курсы по управлению персоналом для менеджеров и директоров и персоналу, тех, кто занимается подбором персонала, обучением, адаптацией, корпоративной культурой. И кадровые курсы для кадровиков, работников отделов кадров, для тех, кто занимается оформлением трудовых отношений. Мои контакты на экране, это красным выделена корпоративная почта. На нашем сайте специалист.ру у каждого преподавателя есть своя страничка, подробнее обо мне тоже можете узнать на нашем сайте. И в социальных сетях я достаточно активно представлена. Приходите, будем дружить. Сегодня наша тема связана с построением эффективной оплаты труда. Понятно, что за один час очень сложно изложить всю информацию, касающуюся этого сложного вопроса. Поэтому я предлагаю всем, кого заинтересует эта тема, прийти к нам на разные курсы. Частично эта тема представлена в курсе менеджер по персоналу уровень 1 и менеджер по персоналу уровень 2. И в семинаре, который называется «Семинар практику. Построение эффективной системы по оплате труда. Типичные ошибки и практические рекомендации». На этом семинаре мы отрабатываем различные навыки, касающиеся расчета ключевых показателей эффективности, выстраивания грейдинга и так далее. Он такой практикоориентированный. Данную схему, которую я представила сейчас, вы можете найти на нашем сайте и вы можете позвонить нашим менеджерам, которые дадут вам какие-то рекомендации, проконсультируют и запишут вас на те курсы, которые вас интересуют. Чем будем заниматься на нашем вебинаре сегодня? Какие вопросы будем рассматривать? Мы поймем, от чего зависит уровень личного дохода. Определим, из чего состоит компенсационный пакет. Выясним, как избежать дискриминации при разработке новой системы оплаты труда. Уточним, что включает в себя фиксированная часть заработной платы. Кому нужен грейдинг? Определим, из чего состоит переменная часть оплаты труда. Выясним, как сделать премию мотивационным фактором. Как разработать и внедрить новую систему оплаты труда. И как работать с сопротивлением персонала. Потому что выход из зоны комфорта всегда сопровождается конфликтными ситуациями. И в конце, как и обещала, отвечу на ваши вопросы. Итак, мы перечислили вопросы, которые будем рассматривать на сегодняшнем вебинаре. Начнем с первого вопроса, от чего зависит уровень личного дохода. Как вы думаете, почему одни люди получают больше денег, а другие меньше? От чего это зависит? Это вопрос, в первую очередь, к тем слушателям, которые находятся у нас в аудитории. И я слушаю ваши ответы. Задумались наши слушатели. Никаких мыслей нет. Наверное, все-таки от желания, во-первых, развиваться и повышать свою квалификацию. То есть, чтобы было повышение должности, повышение зарплаты, соответственно. От должности, значит, да? Правильно? И от квалификации. От желания развиваться и расти. От желания расти, развиваться. Хорошо. А еще чего? Этого достаточно, как вы думаете? Нет. Нет. Что еще? Что еще? Еще и от работодателя. Конечно. На твое образование, на твой уровень, на твою практику в твоей очереди. Разумеется. Еще и от работодателя это зависит. А еще от чего? А сейчас, к сожалению, работодатели на возраст смотрят. На возраст. А у мужчин на детей не смотрят. Хорошо. Ну, давайте определим. Есть несколько групп факторов, которые определяют величину личного дохода. Во-первых, это группа личных факторов. Служебных, производственных и рыночных. Итак, к личным факторам относятся, конечно же, образование, опыт, деловые, качества личностные. Иногда пол и возраст тоже относятся. К служебным. Это должность, которую занимает работник. Его положение в иерархии компании. Чем выше, тем, как правило, я говорю как правило, потому что бывает исключение, тем, как правило, выше и оплата труда. Очень важно понимать значимость для компаний. Персональные надбавки за это выплачиваются. Производственные факторы. Отрасль, в которой работает работник. В одних отраслях инженер получает одну сумму, в других – другую. Место расположения компаний. Понятно, что в крупных городах совершенно другие оплаты труда. Например, в Москве. Если в Москву брать за 100% оплату труда, то в Питере по сравнению с московскими окладами и заработной платой примерно 80%. А вот, например, Краснодар – до 50% от московских зарплат. Хотя функционал один и тот же. Эти данные, кстати, вы можете посмотреть на Суперджобе. Масштаб деятельности. Чем крупнее компания, тем менее гибкая система оплаты труда. И сложнее, наверное, как-то ее изменить. И организационная форма собственности. Есть государственные компании, есть частные, другие работодатели. Рынок тоже меняется. Конъюнктура рынка. Восстребованность меняется. Уровень заработной платы в среднем по рынку. И соотношение количества резюме и вакансий. Вот все эти факторы, конечно, влияют на величину личного дохода. Из чего состоит компенсационный пакет, который предлагает работодатель нашим работникам? Во-первых, это, конечно же, фиксированный оклад. И очень часто, когда говорят о заработной плате, ассоциация именно с этим фиксированным окладом. А вторая часть компенсационного пакета – это переменная часть, в которую входят компенсационные выплаты и стимулирующие доплаты. Компенсационные – это все, что положено по трудовому законодательству. Стимулирующие доплаты – то, что работодатель внутри организации устанавливает для своих работников. Для того, чтобы стимулировать их деятельность, эффективность труда. Социальный пакет – льготы, бенефиты различные. Или так называемая условно-материальная мотивация. Когда работодатель оплачивает, допустим, добровольное медицинское страхование или обеды, или оплата транспорта. Но работник деньгами не получает. Он получает именно льготами, в виде льгот. И существуют еще не монетарные программы, а различные конкурсы, различные творческие задания и все прочее, которые также мотивируют работника. Мы сегодня будем говорить только о фиксированном окладе и переменной части. Именно об этой части. О так называемой материальной мотивации. Когда мы выстраиваем систему оплаты труда, необходимо учитывать, что дискриминация в нашей стране запрещена. Об этом говорит 3-я и 64-я статья Трудового кодекса. Для того, чтобы понимать, что из себя представляет заработная плата, мы обращаемся к статье 129 Трудового кодекса. Там написано, что заработная плата в скобках оплата трудоработников. То есть это синонимы. Заработная плата с точки зрения Трудового законодательства состоит из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации сотрудника, сложности, количества и качества условий выполняемой работы и переменной части. Это компенсационные выплаты, например, доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Или работа в особых пневматических условиях. И стимулирующие выплаты – это доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, которые работатели устанавливают в себе в организации. Согласно 130 статье Трудового кодекса, существуют государственные гарантии по оплате труда. Например, величина МРОД – минимального размера оплаты труда. Кроме того, работодатели должны индексировать заработную плату, причем это обязанность работодателей. Индексировать заработную плату работодателю может с любой периодичностью, в любом размере. Желательно, конечно, привязывать это к уровню инфляции. В России, например, кроме индексации, к основным государственным гарантиям по оплате труда относятся ограничение удержания заработной платы, когда работодатель не имеет права из одной зарплаты вычитать более 20%. Ограничение оплаты труда в натуральной форме, то есть мы оплачиваем только денежной форме, ну и по заявлению работника возможна оплата в неденежной форме, например, в виде продукции, но не более 20%. И сроки и очередность выплаты заработной платы, они также определены трудовым законодательством. Не реже двух раз в месяц, каждые две недели, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Вот основные государственные гарантии. Поэтому при выстраивании системы оплаты труда необходимо учитывать отсутствие дискриминационных признаков. Минимальный размер оплаты труда с 1 июня повышен в Москве до 16 500 рублей. По России с 1 января МРОД составляет 5 965 рублей. Ну и Московская область. Остальные регионы я не стала здесь показывать. Кому интересно, можете зайти в интернет и, например, в консультанте или в гарантии посмотреть, какие есть минимальные размеры оплаты труда по регионам. Теперь мы разберем по шаговам. Начинаем фиксированную часть и переменную часть. Начинаем с фиксированной или постоянной части заработной оплаты, которая состоит из фиксированного или базового оклада и может называться тарифной ставкой в зависимости от формы оплаты. Что касается формы оплаты, в каждой организации существует разная форма оплаты для того, чтобы работникам было удобно, чтобы они были мотивированы и в зависимости от той специфики, которую представляют эти работники. Я вам приведу только три формы оплаты труда. Это бестарифная, тарифная и комиссионная. Бестарифная форма оплаты труда, когда у работника нет основной части и ему уплачивается только переменная часть. Тарифная часть делится на повременную и сдельную. Повременная выплачивается тем работникам, которые настроены на процесс. Например, бухгалтера, секретари, фактически весь бэк-офис, потому что они приходят, отрабатывают свое время и в табле учета рабочего времени мы указываем, какое количество времени отработано и дальше уже оплачиваем им за отработанное время. Сдельная работа, сдельная форма оплаты труда рассчитана на тех работников, которые работают на результат. Например, по количеству выточенных деталей или по количеству перевезенных клиентов, если это, скажем, таксист. И комиссионная – это процент от какой-то суммы, например, от проданного товара. Повременная система может быть простой и повременно-премиальной. Простая повременная система делится на часовую ставку. Например, очень удобно так оплачивать труд преподавателей или тех работников, которые работают по часам. Дневная ставка тех, у кого суммированный учет, допустим, рабочего времени по сменам или по количеству отработанных дней. И месячный оклад для тех, у кого строгий график работы. Например, пятидневная рабочая неделя, двумя выходными. У нас для этого существует производство и календарь. Повременно-премиальная система, когда работнику оплачивается какая-то ставка, часовая, дневная или месячный оклад, и плюс еще выплачивается премия. За что? Ну, каждый работодатель устанавливает свои какие-то критерии. Сдельная система. Может быть простой сдельной. Например, рабочий изготавливает какое-то количество деталей. Сдельно-премиальная. Если он перевыполнил план или уложился в более короткий срок, ему выплачивается премия. Сдельно-прогрессивная. Каждая деталь свыше плана, сверх плана, оплачивается в более высоком проценте. Косвенность дельная. Оплачивается тем, кто напрямую не выполняет эти функции, то есть не делает детали, но каким-то образом связан с этим. Например, рабочие изготавливают детали, а водитель их перевозит. Вот в этом случае, если рабочие выполнили план, водитель больше перевез, то у него косвенность дельная. Тоже какой-то процент идет. А корное. Обычно выполняется, когда идет проектная работа. Когда есть какая-то крупная единица или некое изделие, при выполнении которой выплачивается гонорар. Например, строительство. Нам надо выстроить дом. Это будет стоить какую-то сумму. И эта сумма выдается, как только закончен проект, выстроен дом и акт приемки принт. Выплачивается эта сумма и делится между работниками. И аккордно-премиальная. В случае экономии средств, времени и других ресурсов выплачивается еще и премия. Когда мы говорим о постоянной части оплаты труда, мы понимаем, что желательно это как-то урегулировать в компании. И тут мы приходим к мысли о уровнях или грейдинге. Грейд в переводе с английского означает уровень. Несколько значений есть. Мы возьмем именно этот уровень. Как в организации устанавливается оклад работникам? Если это крупная организация, то существуют какие-то правила установки этих окладов. Если организация небольшая, то, скорее всего, лицо, принимающее решение, самостоятельно на свой страх и риск назначает. Например, приходит к нему работник и говорит, «Я окончила курсы, я на рынке стою гораздо дороже, чем сейчас вы мне платите. Среднерыночная зарплата такая-то. Давайте думать. Либо я остаюсь, и вы как-то меня поощряете, либо мне придется искать другого работодателя». С одной стороны, пахнет шантажом, с другой стороны, работник прав, потому что он действительно может работать за более высокий оклад, и работодатель уже принимает решение, будет ли он повышать оклад, или расстанется с этим работником. Другой пример. Когда мы подбираем персонал, находим ценного кандидата, и этот кандидат заявляет сумму гораздо больше, чем заявлено у нас в штатном расписании. Тоже лицо, принимающее решение, определяет, будет он повышать или не будет повышать. Если он вносит изменения в штатное расписание и платит новому работнику больше, чем его предшественнику, или, скажем, другим работникам, примерно по такой же должности, то это вызывает конфликт. Безусловно. И конфликт – это не есть хорошо. Поэтому есть разные критерии пересмотра заработной платы, и желательно, чтобы это зависело не от одного конкретного человека, пусть даже очень уважаемого, скажем, хозяина бизнеса, или генерального директора, а чтобы это была система. И тогда всем будет понятно, прозрачный и так далее. Критериями для пересмотра заработной платы могут служить результаты деятельности работника, среднерыночная заработная плата, стаж работника, чем дольше он работает в организации, тем больше он узнает специфику, естественно, становится более эффективным. И уровень инфляции, о ней мы сегодня уже говорили. Есть разные методы оценки должностей. Что значит оценка должности? Когда мы выстраиваем какую-то систему, мы уходим от субъективности, от субъективности принятия решения, и не привязываем эту систему конкретным работникам. То есть выстроив систему, лицо, принимающее решение, уже не может в одностороннем порядке принять решение о повышении и так далее. Он вынужден работать в этой системе. И работник тоже не может один работник получать больше, а другой меньше, если это определено не его качествами. Поэтому в системе мы оцениваем должности не конкретных работников, а именно должности. Каким образом можно это сделать? Во-первых, есть такой метод, который называется ранжирование, распределение по важности для компании. Например, в одной компании главный бухгалтер – это очень важный человек. Ни один документ не пройдет мимо него. А в другой компании, да, главный бухгалтер – важный человек, но у нас еще есть финансовый директор, который тоже важный человек. И, как мы понимаем, статус главного бухгалтера в одной компании будет одним, в другой – другим. Классификация. Это по сложности работ, например, тарифные сетки. Наверняка вы знакомы, тот, кто работал в государственных учреждениях, знает… Тот, кто работал в государственных организациях, знает, что до 2007 года во всех государственных организациях были тарифные сетки. С 2007 года, с 1 января, эти сетки стали необязательными, но некоторые продолжают пользоваться ими. Ну, скажем, там, педагоги, да, в школе, все равно продолжают платить именно так. Бально-факторный метод. Он касается того, что мы определяем какие-то факторы, по которым оцениваем должности, например, сложность работы или ответственность этой должности, и переводим это в баллы. Сейчас я подробнее об этом расскажу, потому что именно это касается грейдинга. Итак, грейдинг. Это группировка должностей по определенным основаниям, обратите внимание, именно должностей, с целью стандартизации оплаты труда в компании. Самая известная международная методология это Hey Group. Ее используют разные компании, в том числе те, которые представлены сейчас, логотипы которых представлены у нас на экране. Кроме Hey Group, есть еще как минимум два известных подхода, о которых я сейчас расскажу. Если мы говорим о Hey, то в данном случае бально-факторный метод оценки. Это вот как раз та самая ситуация, когда мы оцениваем должности, привязываем их к каким-то баллам, рассчитываем вес должности, и затем определяем стоимость этой должности. William Mercer сделал нечто подобное, но у него немного другие критерии. Здесь выделяется влияние, коммуникация, инновации и знания. Например, всем известные, наверное, организации Beeline или Wempel.com, они как раз разработали у себя именно этот грейтинг на основании William Mercer. И третий подход, достаточно известный, распространенный, Watson White. Watson White сразу же разделяет все должности на две группы. Это те, у кого есть подчиненные, и те, у кого подчиненных нет. Потому что ответственность разная. Затем ранжирует каждый из этих должностей и определяет уровень, грейт, которому будет принадлежать должность. Чем хороши вот эти подходы к грейдированию? Тем, что каждая должность находится на каком-то уровне, на каком-то грейде. И в рамках этого грейда есть минимум и максимум, то есть диапазон оплаты труда. Фактически работник, который выполняет функционал свой, он может без перевода на другую должность иметь совершенно разную оплату труда. В зависимости, опять же, от его качества определенных, компетенций и так далее. Например, средний заработок по рынку, образно говоря, у HR менеджера 40 тысяч рублей. Если мы откладываем вправо и влево вот эту вилку или диапазон 10, 15, 20 процентов, у нас где-то получается от 30 до 50 тысяч. Вот она вилка от 30 до 50, минимум 30, ну и дальше с повышением. На самом деле, многие работодатели, зная о грейдировании, придают ему слишком большое значение и не совсем верно его используют. Ну, например, работодатели считают, что система грейдов решает все проблемы с оплатой труда. Вот сейчас мы ее разработаем, и у нас все будет идеально. Или, что система грейдов автоматически выдает нужную расстановку должности. Вот сейчас мы заведем эти наши должности, и программа выдаст, как она должна выглядеть. Или, что мы можем посмотреть, подсмотреть, как это разработано в других компаниях, допустим, в Индилкоме, перенять на себя и будет работать. На самом деле, действительно, это мифы. Потому что, если говорить о том, что в организации есть какие-то проблемы, то грейд может только определить относительную значимость в этой конкретной компании, ну и позволяет сделать прозрачными и понятными эти условия труда. То есть работник понимает, за что он платит, что он должен сделать для того, чтобы. Второй миф по поводу автоматически выдает. Ни одна методика не может быть универсальной в какой-то компании, потому что необходимо понимать, какая специфика у компании. Скажем, чем крупнее компания, тем больше, наверное, будет сложность вот этих грейдов. Опять же, у нас есть разные должности. Компания может быть очень крупной, но при этом всего 3-4 грейда, потому что у нас в основном линейный персонал попадает в первый грейд. Или наоборот, небольшая компания, но иерархия очень такая разветвленная. И, наконец, взяв за основу best practice, то есть лучшие практики, мы не уверены, что в нашей компании они приживутся, потому что, опять же, есть некая специфика. Следующий вопрос. Из чего складывается переменная часть? Итак, разработав постоянную часть и поняв, за что мы будем выплачивать поклад, тарихную ставку или постоянные надбавки, мы переходим ко второй части. Вспоминая теорию мотивации, двухфакторную теорию мотивации Фредерика Герцберга, мы помним, что постоянная часть заработной платы, то есть окладная часть, не мотивирует работников, гигиеническая часть, абсолютно не мотивирует. То есть мы, конечно, можем повышать заработную плату хоть каждый день, хоть каждый месяц, но от этого люди работать лучше не станут. Когда будут лучше работать, эффективнее? Когда это будет привязано к результату или к качеству? Итак, мы переходим ко второй части, это переменная часть, та, собственно говоря, которая и мотивирует наших работников достигать какие-то результаты. Переменная часть заработной платы, как мы уже видели, состоит из двух частей. Компенсационные выплаты и стимулирующие доплаты. Компенсационные выплаты – это дополнительные какие-то выплаты, компенсации, в том числе и надбавки. Допустим, надбавка за работу в каких-то определенных условиях. Стимулирующие, которые устанавливает сам работодатель. Например, премии. Причем премии могут быть как выраженные в постоянном какой-то величине, допустим, 30% от оклада, так и в бонусной, то есть в процентном соотношении, привязанной к чему-то, к какому-то результату. При разработке переменной части необходимо обращать внимание на то, откуда мы будем выплачивать, из какого источника будем выплачивать премию. Следующий момент, который мы должны учитывать, это то, что разные категории работников будут иметь разные соотношения постоянной переменной части. Понятно, что если мы говорим о процессуальной должности, секретарь, бухгалтер, мы не можем их полностью завязать на процент. Потому что процент это чего, простите, да? А вот, например, менеджер по продажам, это, конечно, результативная должность, и сажать его на оклад тоже не можем, напротив, он будет неэффективен. Далее, для того, чтобы выплатить премию, мы должны привязать к каким-то показателям. Определяем основные показатели эффективности, за что будем выплачивать премию. Премия и надбавка имеют разный размер. Чтобы премия мотивировала, чтобы она была эффективной, необходимо, чтобы она была ощутимой. Ну, например, если у работника, скажем, оклад 50 тысяч, а премию 500 рублей ему заплатили, наверное, он не очень ощутит и не очень отреагирует. Что касается надбавок, они меньше. Вы видите, что размер надбавок от 5 до 15 процентов, потому что надбавка выплачивается постоянно, каждый месяц. Итак, источник премии. Прибыль состоит из, извините, дохода минус расходы, да, получается прибыль. Если мы говорим о постоянной части, это фонд оплаты труда. И частично премия тоже в расходы уходит у нас. Например, постоянная премия ежемесячная. А вот премия, касающаяся результативности, например, процентов продаж, это, конечно, из прибыли. Вот пример системы оплаты труда менеджер по работе с клиентами телекоммуникационной компании. Есть фиксированная часть, допустим, 20 тысяч, и переменная часть, до 30 тысяч рублей от выполнения плана. И дается некий план, например, вот такой. Когда работника принимают на срок испытания, ему в первый месяц платят, дают небольшой план, чтобы он вник, затем увеличивают план. После срока испытания план уже такой же, как у всех остальных работников. При этом на срок испытания оплата 70% от переменной части, а далее идет так называемая прогрессивная оплата, видите, да, премиальная, когда каждый перевыполненный умножает процент, умножается на 2. Итак, для того, чтобы выстроить систему оплаты труда, тем более переменную часть, необходимо все это завязывать на цели компании и понимать, что требуется компании. Для этого мы используем так называемую декомпозицию целей. У каждой компании есть миссия или стратегические цели, чуть ниже, да, к которым мы стремимся. То есть цели, отодвинутые во времени на 3, на 5 лет вперед, на 10, может быть, лет вперед. И дальше эти цели мы распределяем по функциональным стратегиям, затем по подразделениям и по работникам. Смысл заключается в том, что если это все будет взаимосвязано, каждый работник будет выполнять свой кусочек и выполнит, тогда и вся компания выполнит и достигнет стратегических целей. Если каждому работнику план ставить просто так, вот сели, поговорили, а давай ты, допустим, ну вот рекрутера, закрой-ка ты нам такой-то вакансий, там 10 вакансий в месяц. Допустим, он закроет, вопрос, а куда мы будем этих работников оформлять, если в штатном расписании этих должностей нет, например, они все закрыты и так далее. Поэтому может вот такой нонсус произойти. Работник старается, достигает, мы ему платим премию за это, а в общем-то его работа никому не нужна. То же самое менеджер по продажам. А продайте там такое-то количество. Да, продали, а производство не справляется и не может сделать ту продукцию, которую они продали. И вот исходя из этого мы смотрим. Во-первых, нам нужно определить цели в соответствии со смарт-методикой. Во-вторых, мы определяем ключевые показатели эффективности, по которым будем измерять успешность того или иного работника. В-третьих, нам необходимо определить удельный вес, то есть значимость каждого показателя для в общем списке. затем определяем плавный показатель и по окончании результативность конкретного сотрудника и дальше уже привязываем все это к премии. Кроме того, необходимо простроить в зависимости вознаграждения от индивидуальных коллективных результатов. Почему? Потому что работник, он, конечно, может достичь каких-то целей, но если весь отдел не выполнил или, скажем, подразделение не выполнило какие-то цели, тогда какой смысл платить одному работнику? Вполне возможно, что он это сделал за счет других. Такое тоже бывает. Допустим, за счет чужой клиентской базы. Поэтому другие и не выполнили. Итак, что значит смарт-методика? Это аббревиатура от пяти английских слов. Какая должна быть цель? Цель должна быть поставлена конкретно измеримо достижимо обеспечена ресурсами и определена во времени. Пример. Для того, чтобы выплатить премию работнику, мы говорим ты должен быть эффективным. Он говорит здорово. Проходит какое-то время и он приходит и говорит ну что, вы заплатите мне премию? Я же эффективен? Нет, ты не эффективен. Почему? Говорит он. Ну как же. И показывает вот, вот, вот. Нет, я-то имел ввиду совсем другое. И вот он, пожалуйста, тоже конфликт. И тоже показывает вот, вот, вот. Поэтому, чем четче мы поставим цель и конкретнее эти измеримые показатели, тем, естественно, будет лучше. Ну, классический пример. Вы должны закрыть 50 вакансий в течение завтрашнего дня. Возможно ли это? Ну, если хорошая база есть и мы уже на связи с этими кандидатами, то, наверное, это возможно. Но я даже себе представить не могу, как-то вообще в ответ хотел. Потому что цель вроде бы конкретная, вроде бы измеримая, но недостижимая и не обеспечена ресурсами. Ну, во времени она определена, да, завтра. А вот два параметра не работают и все. Кроме того, для выполнения, для выплаты премии необходимо еще вспоминать и планку целей. Пример. Это средняя норма, это субъективный предел возможностей. Что значит цель на средней норме? Это означает, что работник, приходя на работу, совершенно спокойно, без всякого напряга, достигает эту цель. Будем ли мы за это платить премию? Нет. За это он что получает? Фиксированную часть. Совершенно верно. Либо оклад, либо там издельную какую-то, он должен сделать 100 деталей, он выполнил все. Следующий уровень цели это второй. Когда работнику для того, чтобы выполнить эти плавные показатели, нужно потрудиться. Либо побыстрее это сделать, либо сэкономить ресурсы, либо задержаться после работы, ну что-то такое еще. Третий уровень плавной цели устанавливается тогда, когда должность результативная. То есть работник работает на результат. сейчас я примеры тоже приведу. четвертый уровень цели это субъективный предел возможностей. Когда человек говорит, все, не могу больше. Вот еще пять минут и я падаю трупом. Пятый уровень цели это сверх возможностей. И шестой уровень цели это первичная и вторичная адаптация. То есть когда мы работника принимаем на работу, либо переводим на новую должность, и мы постепенно повышаем планку цели. Если ему поставить сразу третью, он может не справиться. И мы его уволим как не справившегося. Вот чтобы этого не было, мы постепенно будем повышать. Итак, первый уровень цели как правило ставится для процессуальных должностей, например, ну либо там, не знаю, когда это все взаимосвязано с кем-то, например, конвейер, или, например, делопроизводитель. Он не может больше количества приказов сделать, чем количество работников, которых мы принимаем. Второй уровень планки цели ставится, как правило, для специалистов. Третий уровень для результативных должностей, таких как менеджеры по продажам. Четвертый не ставится. Если в менеджменте руководитель ставит четвертый уровень планки цели, это говорит о том, что это слабый менеджмент, он не умеет организовать работу. Как пример, это главный бухгалтер, который делает годовой отчет. Он как раз ставит перед собой вот в этот короткий срок и на четвертый уровень. Это бывает очень редко. То есть это некий аврал, когда надо срочно что-то сделать, какую-то очень важную работу, но после этого нужно обязательно дать человеку отдохнуть как можно больше, чтобы он восстановил силы. Если постоянно на этом уровне находиться, то естественно происходит выгорание. Пятый уровень вообще не ставится в менеджменте. Это уровень олимпийских чемпионов, которые один раз в жизни поставили рекорд или два раза и все. И больше не получится. потому потому что вот так. Об этом я уже сказала. Почему я об этом говорила? Потому что очень важно понимать, если мы поставили планку цели несколько завышенную, то соотношение переменной и постоянной части тоже будет разное. Сейчас в примере покажу. Вот пример разработки ключевых показателей для основных подразделений. У нас несколько групп. Это финансовый показатель, удовлетворенность клиентов, выполнение бизнес-процессов и выполнение проектов. Финансовое выполнение бюджета, выполнение плана продаж, удовлетворенность клиентов, своевременность предоставления услуг и количество жалоб клиентов. Выполнение бизнес-процессов, процент сокрытых вакансий, выполнение графика и выполнение проектов, разработка, допустим, локальной нормативной арты и участие в мероприятии. Кстати, кого интересует подробнее и поглубже это, я рекомендую почитать книги Елены Ветлушских. Она занимается этой проблемой, этими задачами, очень интересно пишет, пишет много конкретных вещей, поэтому вы там в ее книгах можете все это прочитать. Пример разработки КПА для поддерживающих подразделений. Итак, финансовые показатели, например, чистая прибыль в выполнении бюджета. Показатели удовлетворенности клиентов могут быть внешние и внутренние клиенты, опрос можно проводить и тех и других. Своевременность закрытия вакансий, качество подбора и, наконец, этапы, сроки и так далее. Теперь конкретный пример, например, расчет взвешенной оценки для руководителя службы управления персонала. Мы ставим перед руководителем службы персонала некие цели, которые как раз и касаются и финансов, например, эффективность пользователя ресурсов и процессов и результатов. Уточняем ключевые показатели, выявляем вес каждого показателя или значимость каждого показателя в списке имеющихся за 100% берем и видим, что в данном случае самый важный показатель это осуществление эффективного своевременного подбора для нее. Указываем единицы измерения, в которых это все будет. Помните, методика SMART измеримость должна быть где-то в процентах, где-то в рублях, где-то по шкале, ну а вот в данном случае такая двоичная система, если выполнить, то единицы, если выполнить, то ноль. Затем мы устанавливаем плановые показатели на какой-то период и затем указываем фактические показатели по окончании этого периода. Для того, чтобы посчитать завешенную оценку, необходимо использовать все параметры. У нас есть вес, план и факт. Вот формула, по которой мы это рассчитываем. Фактический показатель разделить на плановый показатель и умножить на вес. Но обратите внимание, что в двух целях, в двух KPI этой формулы нет. Почему? Потому что перечисленные цели первая, третья, четвертая и пятая показывают, что чем больше показателей, тем лучше. Допустим, был 100, сделали 8. Ну, это 80, это, наверное, не очень хорошо. А вот эти показатели второй и пятый на эффективность и снижение текущей персонала обратная формула. Чем меньше, тем лучше. Поэтому данные показатели мы рассчитываем по формуле план разделить на факт и умножить на вес. То есть по обратной. Когда мы подставляем значение, у нас получается вот такой результат. 86,06. И мы задаемся вопросом, а что это означает? Будем ли мы выплачивать руководителя служб персонала премию за ее работу? Вот как связать KPI с премией? Вопрос к аудитории. А KPI в каких единицах? Что за показатели? Вот они. Вот ключевые показатели, вот в единицах. Это проценты. Это проценты, если вы это имеете в виду. Да, цифра в процентах. Ну, и подсказываю, мы обращаемся к планке целей. Помните, если мы поставили цель на обычном уровне, то по идее она должна выполнить 100%, чтобы хотя бы оклад получить. А она и этого не сделала. Или он, извините, руководитель все-таки, в мужском роде. В случае, если мы поставили более высокую цель, допустим, третью, мы понимаем, что для того, чтобы достичь 100%, нужно очень много приложить усилий. И тогда мы за основу берем 50%, за это платим оклад, а все, что свыше, это премия. То есть, 36% перевыполнение плана и уже можно платить премию. 36%. Поэтому планка целей это очень важно. Вот, привожу пример в зависимости размера премии от цели компании. Помните, декомпозицию целей. мы начинаем сверху. У руководителя компании есть только ключевые показатели компании. Если компания выполняет план, то, естественно, и он выполняет план. У топ-менеджеров есть цели подразделения, у руководителя структурных подразделений цели их отдела и у работников персональные цели работников. У генерального директора 100% цели компании у руководителя подразделения цели отдела на первом месте, но, естественно, он должен привязаться и к целям компании. И у сотрудника основные цели это персональные его цели и плюс цели отдела и цели компании. Вот пример. Обратите внимание, что у руководителя организации, у руководителя отдела продаж и у менеджера отдела продаж одни и те же цели, одни и те же KPI, один и тот же вес, планы разные, потому что здесь завязка на компанию, здесь тоже завязка на компанию, а вот здесь личный план этого работника. Затем факт подсчитываем, считаем взвешенную оценку, помните, как мы это делали, факт разделить на план и умножить на вес и получаются вот такие показатели, вот они показатели. Затем мы вспоминаем, что цели-то были разделены, привязываем их к целям отдела и компании и находим среднее арифметическое. У директора выполнения плана 95%, у руководителя отдела 94%, у сотрудника 98%. В связи с этим сравниваем с таблицей премии. Если работник выполнил менее 80%, то у него не будет премии. То есть мы говорим, что планка целей скорее всего на втором уровне находится, не на первом, не на третьем, где-то на втором. Все, что выше, у него, пожалуйста, премия. В нашем случае все трое заработали премию в размере 40% от оплата. Поняли почему, да? От 90% до 100% это 40% премия от оплата. Вот они это сделали. Подсчитать KPI достаточно сложно вручную, поэтому есть различные программы, но вот в частности на сайте летягин.ру вы можете посмотреть результат, это премия, причем премия зависит от результата, естественно, а к результату мы рассчитывали ключевые показатели, бизнес-показатели, поручение инициативы, смарт-задачи, например, разработать локальный нормативный акт. И стандарты, выполнение стандартов, работа по стандартам, чтобы не было отклонений, выполнение трудовой дисциплины и так далее. Вот эти показатели. И вот она программа, можете посмотреть, программа ГО, куда мы заносим факт, план, процент, и программа сама считает все это. Это подсчетки PI, это смарт-задачи, видите, тут даже сроки указаны, и если выполнено, то зачеркивается, очень хорошо видно все это, и выполнение стандартов. Оценка выполнения должностной инструкции, клиент-ориентированность, приоритетность требований и так далее. Вот такая программа. Мы переходим с вами к седьмому вопросу, как сделать премию мотивационным фактором. Итак, есть определенные правила. Помните, я вам говорила о том, что по Гердвергу оплата труда, то есть фиксированная оплата труда, не является мотивационным фактором. А вот премия должна стимулировать достижение результата. Какие правила необходимо здесь учитывать? Если премия выплачивается регулярно каждый месяц 30% по окладу, это не будет мотивировано. Это та же самая фиксированная часть. Размер премии, тоже помните, не менее 20% от оклада, чтобы она была ощутимая. Кроме того, у людей разная трудовая мотивация. Есть, например, работники с так называемой инструментальной мотивацией, когда они приходят и того, чтобы зарабатывать деньги. И попробуйте им не заплатите. А есть работники, например, с профессиональной мотивацией. Они тоже приходят, чтобы зарабатывать деньги, но для них самое главное это интересная работа и самореализация. А премия для них это показатель того, что их ценят как профессионалы. Поэтому это нужно тоже учитывать. Ну, а если говорить о лимпинизированном типе, бесполезно. Платите, не платите, все равно они лучше работать не будут. У них совершенно другие цели. Цель это ничего не делать, где бы не работать, где же бы не работать. Лимпинизированный. Далее. Премия не должна использоваться в качестве инструментов отрицательной мотивации, так называемой депримирования. Российские работодатели очень любят это слово депримирование. Делят постоянные части на две части, на постоянную перемену именно для того, чтобы из премиальной части забирать у работников. Уверяю вас, это совсем не мотивирует. Следующее правило, это период между выполненным заданием и выплатой премии должен быть минимальным. Это называется правильное производственное поведение. Ну и, конечно же, премия должна быть конкретной, то есть за дативный результат, например, за ключевые показатели, за какие-то плановые показатели. Восьмой вопрос. Как разработать и внедрить новую систему оплаты труда? Предположим, мы уже приняли решение, что у нас будет кредирование или какая-то другая система, тарифная сетка. Мы поняли, как мы разобьем переменную часть на надбавки, на премии и так далее. А вот как дальше действовать? Что для этого нужно делать? Сначала нужно посмотреть, что вообще существует в нашей организации. Хорошо бы провести опрос среди работников и уточнить, а что же им нужно. Вполне возможно, что работники довольны оплатой труда, но не довольны чем-то другим. Например, условиями труда. Скажем, у нас строительство платит неплохо, но очень большой риск, потому что мы работаем на каске нам не выдают, например, или что-то еще. Обязательно анализируем рынок труда, смотрим средний рыночный доход и вообще, что происходит там. Затем создается проектная группа. Лучше, если инициатива будет исходить сверху и руководитель организации издаст приказ, которым назначат некую комиссию, рабочую группу или проектную группу, команду какую-то, в которую будут включены функциональный руководитель, то есть заместитель генерального директора по направлениям, потому что это лица, принимающие решения, от них очень много зависит. И если их не будет в команде, тогда очень сложно будет продвинуть вот эту систему и убедить их в том, что это необходимо. Должны быть обязательно линии руководителя, которые руководят персоналом, и именно через них будет идти внедрение. Если они не воспримут это как свое родное, мы не сможем это все внедрить. Ну и, конечно, специалисты, которые могут подсказать, как лучше разработать ключевые показатели или какие-то другие параметры. Затем мы выбираем эта проектная группа, выбирает оптимальные формы, инструменты для разных групп сотрудников. Сегодня мы говорили об этом. Создаются проекты базовых документов, потому что это необходимо прописать, закрепить, например, в положении о оплате труда, в коллективном договоре, в справочнике работника или в правилах внутреннего трудового распорядка. Перед тем, как внедрять, необходимо объяснить работникам, что сейчас будет происходить, для того, чтобы они понимали, с какой целью это делается и ответить на их вопросы. Кроме того, перед тем, как внедрять любую систему, а тем более оплаты труда, это все-таки большой риск, а вдруг не получится, необходимо провести так называемую апробацию или подготовку и проведение пилотного варианта. Следующий этап это обсуждение и получение обратной связи, работа с возражениями. То есть, когда все провели, идет обратная связь, ну как, понравилось, все ли удовлетворяет, что нужно изменить, по вашему мнению, что нужно подкорректировать. И только после этого, при внесении поправок, мы уже можем утверждать руководителям этот документ, знакомить работников под подпись и внедрять систему. Кроме того, нужно периодически проводить так называемый мониторинг, для того, чтобы понимать, как она работает, эта система. Мы переходим к девятому вопросу. Как работать в сопротивлении персонала? Есть несколько вариантов, и мы сейчас как раз о них поговорим. Понятно, что работнику, который получал какую-то часть вознаграждения, не важно, доволен он был или недоволен, но ему всегда тревожно, когда начинаются какие-то изменения. и вот первое, что мы должны понять, это соответствуют ли те цели, система оплаты труда, которые мы поставили, целям компании. То есть, декомпозиция цели, помните, целеполагание должно быть. Все это в общем, это системность. Второй момент, учет мотивационных факторов, ожидания потребностей персонала. Помните, мы провели опрос, мы поняли, что нужно нашим работникам, и если не полностью, то хотя бы частично нужно это удовлетворить и об этом рассказать. Не грустите, все хорошо. Если есть демотивирующие факторы, необходимо их устранить. Например, депримирование, это демотивирующий фактор. Или несправедливость в системе оплаты труда, это тоже демотивирующий фактор. Прозрачность, понятность, справедливость, комплексность системы оплаты труда. Своевременность применения инструментов в системе оплаты труда. Своевременность это значит, Если мы решили, что за плановые показатели мы будем оплачивать премию ежемесячно, мы должны это делать ежемесячно. Если ежеквартально, то ежеквартально, а не через год. Групповое индивидуальное воздействие. Смотрим и постоянно мониторим с рынком труда конкурентоспособность. Учитываем этап жизненного цикла компании. Если мы берем простой элементарный жизненный цикл, это зарождение, развитие, стабилизация и упадок, то на каждом учете, на каждом этапе есть свои цели. Когда мы растем, там одни цели, когда мы в упадке, другие цели. Вовлечение персонала в проведение изменений. Для того, чтобы люди не возмущались, они должны принять это как должное, как свое, как родное. Поэтому, даже если у нас уже есть вся система разработана и так далее, все равно мы привлекаем. Мы говорим, давайте посоветуемся, как вы думаете, а это нам подойдет, а это подойдет. И вполне возможно, что они действительно какие-то очень интересные вещи нам скажут. И в любом случае они будут это воспринимать как свою выработанную систему. Я напоминаю, что речь шла на нашем вебинаре об оплате труда и более глубокое изучение можно по всем этим вопросам, записавшись на курс, менеджер по персоналу и семинар современной методы работы, извините, построения эффективной системы оплаты труда, типичные ошибки и так далее. Документы, которые вы сможете получить, это свидетельство об окончании курса, сертификат на английском языке, подождите, подождите, не торопитесь. Также в нашем центре вы можете получить удостоверение о повышении квалификации, пройдя 72 часа по направлению или диплом о переквалификации, если пройдете по направлению, по определенному направлению, 525 часов. Ну и теперь наступил момент ответов на вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, и я начну, наверное, с наших вебинаристов. Отвечали на сайте. Большое спасибо всем, кто был с нами, и вебинаристы, и очные слушатели. Всегда рады вас видеть в нашем центре. Спасибо.